Музыка Офис доктора Быкова поворачивает время вспять, чтобы вы увидели снова. Какое счастье! Я снова могу читать, как раньше. А я могу вязать. Доктор Быков повернул время вспять. Теперь мы видим, как прежде. Глазная клиника доктора Быкова для взрослых и детей. Субтитры создавал DimaTorzok Глаз можно назвать сложным оптическим прибором. Его основная задача – передать правильное изображение зрительному нерву. Таким образом, справедливым будет утверждение, что человек видит не глазами, а посредством глаз, откуда информация передается через зрительный нерв, зрительные тракты в определенной области коры головного мозга, где формируется та картина внешнего мира, которую мы видим. Одна из важнейших составляющих оптической системы глаза – хрусталик. Основная его функция – проведение света и фокусировка изображения предметов на сетчатке. Хрусталик – это естественная линза глаза. Он прозрачен, эластичен, может менять свою форму почти мгновенно, наводя фокус, за счет чего человек видит хорошо и вблизи, и вдали. Именно от его прозрачности в немалой степени зависит формирование четкого изображения предметов на сетчатке и острота зрения. Помутнение основного вещества или капсулы хрусталика, потеря ими прозрачности, приводит к снижению зрения. Это состояние глаза называется катарактой. Какое счастье! Я снова могу читать, как раньше. А я могу вязать. Доктор Быков повернул время вспять. Теперь мы видим, как прежде. Глазная клиника доктора Быкова для взрослых и детей. Войти в операционную необходимо переодеться в стерильную одежду. Затем вас осмотрит анестезиолог. Он оценит общее состояние, измеряя артериальное давление и частоту пульса. После этого будет проведено местное обезболивание с помощью капель и уколов, иногда с помощью внутривенного введения анестезирующего средства. При оптимальных условиях проводится исключительно капельная анестезия без единой инъекции. Независимо от того, какой способ обезболивания будет выбран, врачи делают все возможное для того, чтобы пребывание в операционной было для пациента максимально комфортным и безболезненным. После завершения анестезиологических мероприятий вы проведете 15-20 минут вне операционной. Этот перерыв необходим для того, чтобы анестезиологические средства достигли максимального действия. После перерыва вас снова проводят в операционный зал. Кожа вокруг глаза тщательно обрабатывается антисептическими растворами. После обработки операционного поля операционная сестра закрывает голову пациента стерильной хирургической салфеткой с отверстием для оперируемого глаза. Необходимо отметить, что в ходе операции используются только одноразовые расходные материалы. Это практически исключает риск инфицирования глаза во время операции. Операцию проводят ваш хирург, его ассистент и операционная сестра. Так как размеры оперируемых структур очень малы, операция проводится с использованием специального микроскопа и дополнительного освещения. Пациенту нужно расслабиться, ни о чем не беспокоиться и принять удобное как для самого себя, так и для хирурга положение головы. Во время операции лучше не двигаться и смотреть прямо на лампу операционного микроскопа. Хирург и его помощники сделают все остальное. После удаления катаракты с введением искусственного хрусталика на ваш глаз наклеивается тугая повязка для того, чтобы защитить его. За последние 10 лет операция по удалению катаракты стала более прогрессивной, а значит и более комфортной для пациента. Помутневший хрусталик заменяют прозрачные искусственные линзы, как и раньше, но изменилось многое. Во-первых, были разработаны гибкие линзы. Во-вторых, появилось оборудование, позволившее сделать хирургическое вмешательство гораздо более щадящим. Операция по поводу катаракты на самом деле представляет собой не одну, а две последовательно проходящих операции. Первая – удаление хрусталика. Вторая – имплантация линзы. Как это ни странно, но для каждой из них в свое время требовался разрез разной величины. Развитие катарактальной хирургии, естественно, шло по пути уменьшения разреза. Сейчас технология позволяет проводить все хирургические вмешательства через разрез около 2 мм. Наиболее щадящий и эффективный метод хирургии катаракты называется факоэмульсификацией. Во время проведения этой операции ядро хрусталика удаляется так, чтобы максимально сохранить его капсулу. Хирург использует ультразвуковое устройство, чтобы раздробить ядро хрусталика до состояния эмульсии и удалить его из глаза. Искусственный хрусталик вводится в заднюю камеру глаза, в естественную капсулу позади радужной оболочки и удерживается там гибкими петлями или усиками. Как и при всяком хирургическом вмешательстве, пациентов волнует вопрос о возможности осложнений. К счастью, в современной офтальмологии частота развития послеоперационных осложнений составляет не более полутора процентов. Сегодня практически исключена вероятность развития вторичной катаракты. Такая устойчивая положительная динамика связана с прогрессом в химии материалов, дизайном искусственных хрусталиков и усовершенствованием хирургической техники. Какое счастье! Я снова могу читать, как и раньше. А я могу вязать. Доктор Быков повернул время вспять. Теперь мы видим, как прежде. Глазная клиника доктора Быкова для взрослых и детей. Конечно же, любого пациента больше всего беспокоит вопрос, каким будет его зрение после операции. Ощущение того, кто прошел операцию по поводу катаракты глаза, можно описать так. Представьте себе, что в молодости вы смотрели на мир через совершенно незаметное прозрачное стекло. Со временем на него осел слой пыли, краски стали не такими яркими и сочными, предметы потеряли четкость очертаний. Чем дальше, тем меньше вы могли различить подробностей через эти наслоения. После операции по удалению катаракты, у вас будет впечатление, что время повернуло вспять. И вы снова видите так же хорошо, как когда-то. Самый надежный и результативный способ восстановления зрения после удаления катаракты – имплантация искусственного хрусталика. Впервые такая операция была проведена английским офтальмологом Гарольдом Ридли в 1949 году. Сегодня существует огромное количество различных моделей искусственных хрусталиков, поэтому обычному человеку, не знающему всех тонкостей предмета, трудно решить, какой хрусталик выбрать. Предлагают своим пациентам только высококачественные хрусталики ведущих мировых производителей – американской фирмы «Алкон», израильской «Ханита» и японской «Найдек». Все они отвечают последним достижениям в лечении катаракты, позволяют проводить операции без наложения шва, изготовлены из биологически инертных материалов, то есть не вызывают воспалений. Идеально гладкая поверхность не повреждает ткани глаза. Особенностью моноблочной гибкой линзы Bausch & Lomb является наличие четырех опорных элементов. Это обеспечивает устойчивое положение в естественной капсуле глаза, а значит высокое качество зрения. В 1994 году впервые появились на рынке искусственные хрусталики «Акресов» компании «Алкон». И с тех пор во всех странах хирурги чаще всего используют именно эти модели искусственных хрусталиков. Сегодня их имплантировано более 21 миллиона. Такая популярность обусловлена прекрасным зрением после имплантации и тем, что пациенты удовлетворены результатами операции. Какое счастье! Я снова могу читать, как и раньше. А я могу вязать. Доктор Быков повернул время вспять. Теперь мы видим, как прежде. Глазная клиника доктора Быкова для взрослых и детей. Все модели «Акресов» имеют фильтр от ультрафиолетовых лучей. «Акресов» Нейчерл – единственная гибкая линза, максимально приближенная по своим свойствам к естественному хрусталику человека. Защищает сетчатку не только от ультрафиолетовых лучей, но и имеет желтый фильтр от синих лучей. Обладает острым краем, что максимально снижает риск развития вторичной катаракты. Новым вкладом в интраокулярную коррекцию стали асферические линзы «Акресов IQ». Конструктивные особенности оптики этой линзы позволяют устранить так называемые сферические аберрации, погрешности. Изображение получается более качественным, что особенно важно при работе в условиях низкой освещенности. Новейшая революционная разработка компании «Алкон» – линза «Акресов Рестор». Ее огромное практическое преимущество – высокое качество зрения как вдаль, так и вблизи. По данным клинических исследований, 80% пациентов, которым имплантировано «Акресов Рестор», никогда не пользуются очками и контактными линзами. Они могут свободно читать, работать на компьютере, водить машину в любое время суток, заниматься всеми видами спорта и при этом очки им не нужны. Хирургия катаракты Можно восстановить только зрение вдаль с помощью монофокальной линзы. Сегодня цель хирургии катаракты – достижение прекрасного зрения на любом расстоянии без использования очков, как для чтения, так и бифокально. Узнав о том, что такое катаракта, как она удаляется и как ваше зрение будет восстановлено с помощью линзы «Акресов Рестор», вы поймете, что все ваши опасения напрасны. Глаз работает как линза в фотоаппарате, фокусирует изображение на сетчатку. Затем информация по нервным волокнам передается в головной мозг, где происходит ее дальнейшая обработка. Подобно линзе фотоаппарата в глазу также находится хрусталик. Хрусталик располагается за радужкой. Она отвечает за цвет ваших глаз. Прозрачный хрусталик беспрепятственно проводит свет и фокусирует изображение на сетчатку. Человеческий хрусталик состоит в основном из белков и воды и может мутнеть до такой степени, что препятствует прохождению света и формированию изображения на сетчатке. Повреждения глаза, различные заболевания и некоторые медикаменты могут быть причиной помутнения хрусталика. Но в 90% случаев помутнение вызвано возрастными изменениями. Катаракта – это не пленка на глазу. Ее нельзя вылечить с помощью диет, пищевых добавок или лазерного лечения. Самый лучший эффективный способ лечения катаракты – это удаление старого помутневшего хрусталика и замена его интраокулярной линзой и лун. При катаракте зрение ухудшается. Очертания предметов воспринимаются нечетко и размыто. Цвета становятся тусклыми, резко ухудшается зрение в темноте. Катаракта может быть причиной того, что очки для чтения или бифокальные очки уже не помогают вам при чтении и выполнении домашних дел. Очки становятся бесполезными. К сожалению, остановить развитие катаракты нельзя. Но удаление катаракты и замена ее искусственной линзой приведет не только к восстановлению вашего зрения, но и к значительному улучшению качества вашей жизни. С возрастом практически все люди сталкиваются с теми или иными проявлениями катаракты. Как правило, первые признаки катаракты начинают вас беспокоить после 60 лет. Способов лечения катаракты не так уж и много. Если катаракты не мешают выполнению вашей рутинной работы и не представляют опасностей для вашей жизни и здоровья, тогда достаточно периодически наблюдаться у офтальмолога и следить за развитием катаракты. Можно выписать более сильные очки. К сожалению, остановить развитие катаракты нельзя. Но удаление катаракты и замена ее искусственной линзой приведет не только к восстановлению вашего зрения, но и к значительному улучшению качества вашей жизни. Если ухудшение зрения ограничивает вашу жизнь, не позволяйте катаракте отнимать у вас радость жизни. Когда ваши глаза были молодыми, ваш естественный хрусталик был прозрачным и эластичным. Ваше зрение оставалось стабильным до тех пор, пока вы не достигли 40 лет. С этого времени вы начали замечать, что приходится все дальше и дальше отодвигать газету или книгу, чтобы прочитать текст. Многие люди вынуждены пользоваться очками для чтения или даже бифокальными очками, чтобы компенсировать возрастное нарушение зрения. Это состояние называется пресбиопией. И со временем все, включая близоруких и дальнозорких людей с катарактой или без, сталкиваются с этой проблемой. Впервые интраокулярные линзы были использованы в 1949 году и сейчас доступны самых разных форм, размеров и материалов, из которых они изготавливаются. Линзы Акрисов выполнены из гибкого материала, гидрофобного акрила Акрисов, впервые разработанного исключительно для изготовления ИУ. С 1994 года имплантировано более 25 миллионов линз Акрисов. Это самая популярная гибкая линза в мире. Прекрасное зрение, высокий уровень удовлетворенности пациентов полученными результатами – вот причины всемирной популярности линз Акрисов. До настоящего времени большинство пациентов после удаления катаракты могли пользоваться только монофокальными линзами, которые дают хорошее зрение только на одном расстоянии, как правило, вдаль. Но для чтения они использовали очки для близи или бифокальные очки. Для большинства пациентов с катарактой жизнь без очков для чтения или бифокальных очков была возможна только до диагноза пресбиопия. Они мечтали избавиться от очков, но раньше это было невозможно. Сегодня желанную свободу от очков позволяет получить линза Акрисов Рестор. Революционные технологии, использующиеся при изготовлении этой линзы, позволяют пациентам прекрасно видеть без очков на любом расстоянии. В ИОЛ Акрисов Рестор совмещены два способа распространения света – рефракция и дифракция. Центральная, дифракционная часть оптики линзы размером 3,6 мм представляет собой ступенчатую структуру. Попадая на эти ступеньки, свет фокусируется в нескольких точках. Таким образом получается изображение и для дали, и для близи. Периферическая часть линзы рефракционная, она формирует изображение для дали. Ступеньки центральной части линзы Акрисов Рестор разные по высоте. Принцип аподизации В условиях яркого света, когда зрачок узкий, работает центральная дифракционная часть оптики линзы Акрисов Рестор. Так как центральная часть оптики формирует изображение и для дали, и для близи, пациенты с Акрисов Рестор могут качественно видеть на любом расстоянии. Если в это время вы читаете книгу, и все ваше внимание сосредоточено на тексте, то и для глаза текст является основным зрительным объектом. Подняв голову и посмотрев за окно, вы переключаете ваше внимание, например, на дерево, находящееся вдалеке. Теперь для глаза основным зрительным объектом будет дерево, находящееся вдали. В условиях сумерек и ночью, когда зрачок широкий, работает и центральная дифракционная часть оптики линзы Акрисов Рестор и периферическая рефракционная часть оптики. Так как центральная часть оптики формирует изображение и для дали, и для близи, то и ночью вы будете хорошо видеть на любом расстоянии. Более того, при зрении ночью подключается и периферическая часть оптики линзы, которая будет усиливать и улучшать качество зрения для дали. Таким образом, пациенты с Акрисов Рестор могут качественно видеть на любом расстоянии. По данным клинических исследований, 80% пациентов, которым имплантированная линза Акрисов Рестор, никогда не пользуются очками в повседневной жизни. С Акрисов Рестор они могут свободно читать, работать на компьютере, водить машину в любое время суток, заниматься любым видом спорта без очков. В действительности, 94% пациентов сказали, если бы мне предоставили выбор, то я бы снова попросил своего доктора имплантировать мне Акрисов Рестор. Сегодня хирургия катаракты методом факоэмульсификации может выполняться без госпитализации в амбулаторных условиях. До операции вам сделают анестезию и максимум, что вы почувствуете легкий дискомфорт. Сначала хирург делает маленький разрез. Через этот разрез с помощью тонкого инструмента, по размерам сравнимого с ручкой, помутневший хрусталик будет разрушен и удален. После удаления катаракты в глаз через этот же разрез будет вставлена и установлена на постоянное место линза Акрисов Рестор. После операции, перед тем, как отправиться домой, вам требуется небольшой отдых. Ваш доктор осмотрит вас и составит график последующих посещений. Вам необходимо закапывать назначенные глазные капли, чтобы не допустить развития инфекции и ускорить процесс заживления. В течение нескольких дней и особенно ночью лучше носить защитную повязку, чтобы случайно не повредить глаз. Процесс заживления протекает индивидуально, но большинство пациентов могут вернуться к обычному укладу жизни уже на следующий день после операции. После того, как оба ваши глаза будут прооперированы с имплантацией линзы Акрисов Рестор, вы полностью ощутите преимущество жизни без катаракты и пресбиопии. Любая операция связана с определенным риском и никто не может заранее гарантировать результат. Доктор даст вам самую подробную информацию о возможных рисках и преимуществах хирургии катаракты и определит, подходит ли вам ИОЛ Акрисов Рестор. Какое счастье! Я снова могу читать, как раньше. А я могу вязать. Доктор Быков повернул время вспять. Теперь мы видим, как прежде. Глазная клиника доктора Быкова для взрослых и детей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА During normal vision, light passes through the cornea, the clear covering of the eye, and then through the pupil, which is actually a hole in the colored part of the eye or the iris. Light then passes through the lens, which focuses the image on the retina at the back of the eye. At this point, the image is converted into electrical signals that are sent to the brain. A person who is nearsighted, myopia, sees nearby objects clearly, but due to the shape of the lens, the images of distant objects are focused in front of the retina, making the images blurred. A farsighted person, hyperopia, sees faraway objects clearly, and nearby objects appear blurry, because the lens focuses the images at a point behind the retina. A physician can diagnose these conditions with a standard ophthalmic examination. Many of us have blurry vision, at least to some degree, but what causes it, and what can we do to bring our world into better focus? Light enters the eye through the pupil, which works much like the shutter of an automatic camera to help us adjust to brighter or darker conditions. When we need more light, the pupil opens wider. When we need less light, the pupil becomes smaller. Light rays entering the eye also must be bent into a precise point of focus on the retina, found in the inner back of the eye. When this doesn't happen, our vision is blurred. Eyeglasses and contact lenses sharpen focus by bending light and changing the way it enters the eye. But why do we have blurry vision in the first place? Well, when you're farsighted, your eyeball is too short. This means that light rays reach a point of focus beyond the retina. In this case, you see blurry images up close. But when your eyeball is too long, light rays achieve a point of focus before they can even reach the retina. This means you are nearsighted and objects appear blurred in the distance. Many eyes also have an irregularly shaped cornea, which is the clear part of the eye's surface. When this happens, light rays can have several different points of focus. This is called astigmatism, which also causes blurry vision. What a happiness! I can read again, like before. I can use it. Dr. Bykov turned the time to go back. Now we see how before. Glacier clinic of Dr. Bykov for adults and children. What a happiness! I can use it again, like before. I can use it. Dr. Bykov turned the time to go back.